Теперь Сирия. Пока в России праздновали Новый год и Рождество, наши лётчики без выходных наносили удары по позициям террористов. За первые дни года более тысячи целей. Это позволило сирийским войскам серьёзно потеснить боевиков в ключевых районах. Свежая статистика и будни наших военных в репортаже Климы Санаткина. Звук взлетающих истребителей и бомбардировщиков то и дело раздаётся над авиабазой Хмейми. Самолёты поднимаются в небо и уже через считанные секунды превращаются в едва заметные точки. Пилоты работают на предельных высотах, где их не достанут переносные зенитно-ракетные комплексы, которые могут находиться в руках боевиков, запрещённого в России исламского государства. Каждые сутки десятки вылетов. Работа нашей авиации в Сирии не прекращается ни на минуту. Расписание полётов не менялось даже в праздничные дни. За 10 дней 2016 года выполнено 311 боевых вылетов, в ходе которых нанесено поражение 1097 объектам. За прошедшие дни установлен контроль над рядом важных высот. От боевиков освобождены 6 населённых пунктов, в том числе имеющие ключевое значение для дальнейшего развития наступления Магария и ГДИН. Информация о местонахождении террористов регулярно поступает в оперативный штаб. Её тщательно проверяют и только после этого поступают новые боевые задачи. Бомбардировщик Су-24 совершает посадку уже через час после вылета. Сейчас инженерно-техническая служба будет готовить самолёт к новому вылету. Подготовка начинается уже через секунды после посадки, меньше минуты. Уходит на уборку парашютов, ведь следом приземляются другие самолёты. Бортовые механики приступают к осмотру всех систем бомбардировщика. Проверяют каждый сантиметр обшивки на наличие микротрещин. И даже если нет нареканий, техники должны удостовериться в работоспособности всех узлов. После проверки систем бомбардировщик заправляют и оснащают необходимым боезапасом. Этот Су-24 уже через несколько минут поднимется в небо для выполнения боевой задачи. Его вооружение — это четыре осколочно-фугасные бомбы. Каждая из них весит 250 килограммов. Радиус поражения — более 100 метров. Цели, по которым будет работать этот бомбардировщик — здание и техника террористов. После комплексной подготовки инженерно-технический состав докладывает уже пилотам о готовности к вылету. Прежде чем сесть за штурвал, летчики совершают обход самолета, еще раз проверяя боевую машину. Под прицелом по-прежнему склады с боеприпасами, укрепленные позиции в горах, командные пункты и огневые точки боевиков. Удары наносились по объектам инфраструктуры, добычи и переработки нефти, скоплениям военной техники и живой силы боевиков. Для снижения боевого потенциала террористических группировок в результате ударов авиации и активных наступательных действий правительственных войск боевики были выбиты из города Наджара, также взят под контроль населенный пункт Аяшия. Самые интенсивные бои по-прежнему идут в окрестностях сирийских провинций, где находятся позиции террористов ИГИЛ. Идлиб, Алепа, Хама, Ракка и Хомс. По данным Министерства обороны России, благодаря прицельным ударам наших воздушно-космических сил, только за первые дни этого года боевики понесли серьезные потери. Продолжение следует...